я не обвиняемый, может ты обвиняемый, я клянусь, я просто таксист, я этого клиента взял в лес, отвез и все, где он закладку забрал, мы когда обратно ехали, меня товарищ мусор остановил, он подумал, что это все мое, мамой клянусь, я тебе не виноват. Суд разберется, у вас есть адвокат? Товарищ, ваша честь, у меня как будто за спиной, что есть, чтобы еще адвокат у меня был. Ваша честь, прошу честь, ебал я вас и вашу честь, я его адвокат. Не ной, братан. Попрошу не выражаться в зале сюда. Тогда давайте выйдем на улицу, что мы как девочки, здесь будем сейчас не матюкаться, ебта. Так, это ваш адвокат? Товарищ, ваша честь, какой-то адвокат, это долбоё. Жерево холе ты ноешь, блядь, я все выпуски часа сюда смотрел, братан, поверь мне, это все актеры, сейчас все закончится. Сэп, 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 что ты опоздал? Red Shade of Legends играла, охуенно играла, братан. Ваша честь, в этих папках неопровержимые доказательства, опровержимых доказательств о невиновности моего виновного. Прошу вас познакомиться, и ты прокурор, познакомься. Ознакомьтесь, и немедленно освободите моего подзалупного из подстражи. Подзащитный, подзащитный, хинкалец, баранины, свинины, свинок, говяжий, это, это что такое? Бля, что? Сук, а вот я че там? Винная карта. Блядь, я в хинкальной сидел, папки с меню перепутал, блядь. Можно я быстро поеду, поменяю обратно, приеду? Далеко. Сухуми. Поехали, Ереван, отвези меня, быстро. Попробуй, мудовой, стихи. Так, никто никуда не едет. Я, короче, попросил его отвезти меня в библиотеку, да? И потом бассейн, ну я пиздец, что за профессиональный этот ловец, короче, ну и башу стал, вот этот маятник Тайсон. Вот, и, короче, он поехал через лес. Я ему говорю, доедешь? Он остановился, я думал поссать, короче. А он возвращается с каким-то вот, ну пакет такой, да? Такой клубок какой-то, и мне, Юра говорит, положи его, говорит, под сиденьем, а я говорю, я спортсмен, говорю, я побежал, и вот так, и убежал. У меня больше нет вопросов. Я проститутка, ваша честь. У меня есть вопрос. Протестую. А ты хули протестуешь? Ты же за нас. Ты сказал, я проститутка. Я так всю жизнь говорил, что ты проститутка. Ты сказал, что ты проститутка, а должен сказать, я протестую. Я протестую. У меня есть вопросы к пиздоболу. Свидетель. Ты меня понял. Смотри на меня. Кто пиздит, я того чест ебал. Че ты мне блядский блок здесь делаешь, слушай? Все понятно. Попрошу секретаря зафиксировать. Свидетель уклоняется от ответа. Попрошу зал суда зафиксировать. Секретарь не хуевая телка. Протестую. Как можно протестовать против такой тела? Я хочу отказаться от этого адвоката. Поздно. Процесс уже идет. Адвокат, у вас есть еще вопросы к свидетелю? Да, ваша шерсть. У меня вопросы дохуя, но буду задавать их не я. А теперь попрошу суд встать. Суд идет. Присаживайся. Улицы придерживаешься? Нихуя себе. Мне все там как хорошенько знают, слушай. Травишься? Балуюсь, но не на системе. Такси куда вызывал? В библиотеку, книгу хотел отдать. Какую? Марсири Маргарита Мачин. У Воланда был кот. Как звали? Кэссорок, кэсс, кэсс. Короче, все понятно, ты пиздобол. За какой пиздобол? На улице тебе места нет. С этого момента знаете его как пиздоболок. Ереван, поехали, братан. Я протестую, Ваша честь. Кто этот человек? Слышишь ты, вчера за одним соломом у арменчика сидели бухали. Вопросы ваши по стройке решали. А сегодня что делаешь, ведь, мол, меня не знаешь? Я требую уважения к суду. Свидетель, вы свободны. Вы присядьте, присядьте. Пол жизни сидим уже. Защита. У вас есть свидетель? Ай, бля. Попал, пиздец. Ваша шерсть. Зашита хочет вызвать на допрос секретаря суда. Протестую. Какое имеет отношение секретарь суда к делу? Ваша честь, поверьте мне, опытному адвокату, красивые тёлки всегда что-то знают. Секретарь суда, иди сюда. Клянетесь ли вы секретарь суда? Говорит правду и ничего, кроме правды. Да, клянусь. Скажите, секретарь суда, вы когда засыпаете, лифчик снимаете или в нём спите? Да, снимаю. А трусики? Протестую. Что это за вопрос? Протест отклонён. Отвечайте на вопрос. Отвечайте. Ну, иногда снимаю. А перед сном дрочишь? Протестую. Протест отклонён. Отвечайте. Ты клялась. Ну, когда долго мужчины нет, то да. Ну, и кого ты представляешь, когда это делаешь? Ну, это уже ни в какие рамки не лезет. Заткнись. Иногда навои, иногда хамали. То есть ты хочешь сказать, что ты, когда это делаешь, ни разу не представлял о себе нашего многоуважаемого судью? Ну, было пару раз. Я закончил, Ваша честь. Свидетель, вы свободны. Сейчас по-быстрому приступим к прению сторон, и мы пойдём с секретарем для принятия решения. Обвинение хочет, чтобы подсудимым дали 15 лет строгого режима. Защита хочет, чтобы иматься саларианно-грандой. Блядь, ты реальные вещи говори. Так, всё. Прение окончено. Суд удаляется для принятия решения. Суд рассмотрел данное дело по существу, и при таких обстоятельствах считает недоказанным обвинение в совершении преступления, предусмотрено частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и решил признать подсудимого Даниляна Вартана Альбердовича невиновным и освободить его из-под стражи. Я подам апелляцию. Нам надо по-любому кого-нибудь посадить. Посадите меня, мне нужно дома одного человека. Серго, вообще знаешь чё, честно сказать тебе спасибо большое, что отмазал меня. Братан, мне за что спасибо, я их систему наизусть знаю. Какую систему? В России, если в суд попал, тебя по-любому выебут. Вопа! Я просто так сделал, что судья секретаря выебал. А не тебя, блядь. Меня нет, ты чё, я бы знаешь как испугался. Бля, ну секретарь нехуёвая, да? Да. Бомба, блядь. Интересно, она однолюб? Не знаю, но ты знаешь, когда за неё чё-то вопросы задавал ей, я её в моменте тоже захотел. Да? Бля, потому что у нас с тобой одинаковые вкусы. Да? Да. А, Серго, это получается тебе моя Марьяна тоже нравится? Я не знаю. Это, она же моя жена, Серго, так нельзя. Так нельзя. У нас же дети дома, ты знаешь. Никогда мне её не показывай, хорошо? Ты что, у братьев такого не бывает, не надо.